Добрый день. Как уже коллеги нас представили, мы занимаемся IP-телефонией, в основном в облачном ее варианте. И сегодня хотели бы рассказать, как можно использовать Bittrex и нашу платформу совместно для решения некоторых задач в области e-commerce. В частности, по работе сброшенной корзины, автоматизации обзонов клиентов, нотификации их о всяких там мероприятиях типа доставки товаров, например, или о том, что что-то изменилось. Потому что большинство людей ждут обратной связи. И как вы знаете, когда вы что-то где-то заказываете в интернет-магазине, то чаще всего человек хочет, чтобы ему быстро перезвонили и сказали, да-да, товар есть, все будет, завтра привезем. Если этого не происходит, то люди начинают сами звонить в компанию и так далее. Поэтому с помощью некоторой интеграции Bittrex и нашей платформы можно реализовывать разные сценарии, про которые я сейчас расскажу. Сначала с точки зрения бизнеса, а потом немножко больше технических деталей. Собственно, проблемы существующие, они многим известны. Отсутствует автоматизация. Чаще всего люди звонят с мобильников, принимают звонки на мобильниках. Никто это не контролирует в полной мере. Можно забыть позвонить клиенту или забыть, что клиент звонил и что-то попросил изменить. Соответственно, еще большая проблема – это брошенные корзины, когда к вам клиент на сайт заходит, накидал что-то там в товары, вроде уже почти-почти купил, но почему-то сорвалось. Соответственно, если мы знаем телефон клиента, а это возможно в случае правильного построения процесса продажи, то мы можем попытаться его вернуть и увеличить тем самым конверсию. Начинаем с брошенной корзины. Собственно, достаточно понятный кейс. Зачастую люди, накидав что-то в корзину, куда-то уходят, потом их сессия умирает, и хотелось бы попытаться понять, в чем была проблема, чтобы получить какую-то обратную связь и, возможно, клиента вернуть. В нашем случае, если мы узнаем номер клиента, мы можем, проанализировав в базе данных поля корзины битрикса, например, я буду про битрикса рассказывать, можем сделать звонок этому клиенту, автоматизированный для начала, и попытаться уточнить, были у него проблемы или нет. Он, соответственно, может ответить, либо нажав на телефоне один или два, либо, в принципе, у нас есть распознавание голоса, можно делать распознавание да-нет, положительных или отрицательных каких-то ответов. Соответственно, если у него были проблемы, он не просто ушел, потому что ему ничего не надо, или он передумал, то вы можете соединить его потом через нашу платформу быстро с оператором, позвонив на его телефон, и они с ним пообщаются и попытаются решить эту проблему. Поэтому, соответственно, такой подход используют очень многие компании, но не все. И те, которые используют, они рапортуют об улучшении продаж и улучшении результатов на 20%. Потому что, когда вам перезванивают, и у вас действительно была проблема, и вы можете ее быстро решить с оператором, это позволяет в итоге совершить покупку быстро. Подтверждение заказа. Это то, что я тоже уже упоминал. Это достаточно стандартная история, что люди ждут, что после того, как они что-то заказали на сайте, и к ним пришло по e-mail подтверждение, что им еще позвонит специалист и скажет, да-да-да, все хорошо, мы там завтра вам привезем. И многие, не дождавшись такого звонка, начинают сами им звонить, писать e-mail, и со всем этим надо разбираться. Соответственно, в случае нашей платформы, можно из того же битрикса, после того, как заказ сформирован, сделать HTTP-запрос к платформе, позвонить этому клиенту на номер телефона, и сказать, добрый день, вы только что сделали заказ в нашем интернет-магазине таком-то, таком-то, вы заказали то-то, то-то завтра вам доставят. Все ли правильно? Да, нет, да, там. И если неправильно, то человек может либо отменить заказ прямо там, либо попытаться его поменять. Опять же, если он хочет его поменять, скорее всего, мы его перебросим на оператора, потому что уже через телефон, конечно, менять параметры заказа будет затруднительным. Для голосового движка мы работаем с технологиями CRT, достаточно качественный звук, похожий на живого человека. Для распознавания речи у нас несколько движков, в том числе вот сейчас мы там с Яндексом работаем активно, чтобы все это очень оперативно распознавалось и было достаточно высокое качество. Например, распознавание адресов у Яндекса очень качественное. Автоматический коллбэк – это такая история, по-моему… Сейчас. Ну, на самом деле, это чем-то похоже на предыдущий вариант. Тут скорее история про то, что клиент заказывает у вас на сайте обратный звонок. Это стандартная форма. Все вы, наверное, видели уже там такие продукты, когда там коллбэк-хантер и еще N их последователей. Соответственно, это тоже реализуется на базе нашей платформы при желании. Но вот у нас готового продукта нет. Это просто нужно с использованием нашего API делать. Делается некий виджет, который всплывает. Клиент пишет, что я хочу, чтобы мне там позвонили, указывать, не знаю, свое имя, телефон. Наша платформа звонит сначала магазину. Там менеджер снимает трубку. И как только менеджер снял трубку, сразу звонок идет к клиенту. То есть зачастую многие делают это так, что падает какая-то заявка в e-mail и оставляет на совести менеджера, перезвонит он или не перезвонит. Да, нет никакой статистики, никто не проверяет, нет записи этих разговоров. И поэтому нет никакого контроля. В случае такого сценария мы автоматизируем этот процесс, не даем возможности менеджеру отбить, и чтобы об этом никто не узнал, или не позвонить клиенту. И, собственно, можно записать разговор, чтобы еще потом посмотреть, все ли менеджер сделал правильно. Напоминание и информирование – это скорее уже история про доставку. То есть у многих e-commerce, ну мы, правда, больше про крупных знаем, с маленькими меньше общались на эту тему. У многих e-commerce компаний есть проблема такая, что клиенты заказывают доставку на некоторый день, на некоторое время, формируется маршрутный лист на этот день, с утра логистически этот товар загружается в какие-то машины, составляется список, по которому должен ехать водитель и делать доставку. Но, к сожалению, зачастую люди не готовы в этот день принять заказ. Ну что-то поменялось, всякое бывает, да, разные там какие-то события в жизни, вот не получается. Поэтому, чтобы оптимизировать логистическую цепочку и разгрузить, как бы не делать ненужные доставки, которые никто не примет, с утра робот запускает обзвон через нашу опять платформу, куда загружается список номеров клиентов с информацией о заказах, адресах и так далее. Приходит звонок к клиенту, он снимает трубку и он там точно так же может подтвердить, что да, все в силе, сегодня привозите. Или там, если он отказывается, тогда, во-первых, проставляется там на выходе в этом списке, что клиент как бы отказался. Ну и второй вариант, его сразу можно попытаться соединить с оператором колл-центра, который выберет новую дату доставки, новый день. Соответственно, достаточно большое количество холостых вызовов по доставке не будет совершено и тем самым сильно оптимизирует издержки компании. Что касается контроля качества, это как бы такой уже отдельный сценарий. То есть по итогам каких-то покупок, обслуживания клиента всегда можно запустить робота, который будет звонить и спрашивать, вы у нас там купили 5-го числа такой-то товар в нашем магазине, все ли вам понравилось. Ну то есть какой-то простейший опросник на 1, 2, 3 вопроса. Главное не делать его слишком сложным. И люди как бы дают свой фидбэк, чтобы потом можно было оценить качество обслуживания. Мы делали это с некоторыми e-commerce магазинами крупными, интернет-магазинами российскими. Сначала был скепсис, что люди не будут отвечать, но статистика показала, что 80% людей отвечают и отвечают нормально. То есть как бы достаточно неплохой фидбэк, фидбэк. Поэтому это тоже можно практиковать и пытаться смотреть. Работает, не работает это для вашего случая. Естественно, вся информация по звонкам, которые идут, она сохраняется в базе данных, доступна через API, и поэтому можно делать какие-то аналитические интерфейсы статистические, в котором можно смотреть, собственно, до кого там когда дозвонились, не дозвонились, сколько ваши операторы там обработали звонков, сколько они не приняли. Ну, в общем, следить за этим всем, а также получать записи разговоров. Мы сейчас активно работаем с Яндексом на тему того, чтобы еще можно было получать распознавание речи, то есть получать транскрипшн этих записей и просто текст читать. Пока что качество хромает, поэтому не могу сказать, что мы уже это выкатили в релиз, но мы над этим работаем. Поэтому там в ближайшем будущем, например, в течение полугода у нас появится возможность не только запись получить, но и ее текстовое представление, что сильно упростит поиск каких-то там тонких моментов в общении между клиентами и менеджерами. Соответственно, результаты внедрения, они там зависят от компании, того, какие сценарии они реализовывали, но основная задача – это, собственно, увеличение конверсии, продаж, улучшение качества обслуживания, что тоже ведет к увеличению повторных покупок. И в целом у многих компаний это разгружает их существующих операторов, сотрудников. То есть в целом это про эффективность. У каждой компании это может на разную величину эффективность повысить, но мы видели достаточно интересные результаты. Мы работаем с такими компаниями, как там Enter, Yulmart, с другими, и это действительно все ими активно используется, и для них очень полезно. Соответственно, это уменьшение времени обработки заказов. Контроль звонков – это, соответственно, то, что я уже сказал. Запись есть, будет распознавание. Вот некоторое такое совсем схематическое изображение того, как это выглядит. То есть здесь есть несколько участников. Есть некий бэкэнд битрикса, с которого приходит запрос на нашу платформу, которая обозначена как Zingaya. Есть обмен данными между нами и битриксом. В зависимости от того, какой сценарий мы реализуем, там могут быть разные вещи. Например, если мы говорим про брошенные корзины, то нам нужно определить, в какой момент мы считаем, что корзина брошена. Соответственно, можно сделать некий кронскрипт, который будет постоянно запускать некий сценарий, например, на PHP, выгружающий сейчас то, что лежит в корзине, когда оно было туда положено, каким пользователям, если мы знаем, что он там ушел с сайта, мне коллеги из битрикса подсказывали, что есть модуль, по-моему, статистика или как-то так, который еще показывает, ушел уже клиент из сайта или еще он на нем находится. Соответственно, с какого-то момента, когда клиент сайт покинул, мы можем поставить тайм-аут и считать, что корзина брошенная. То есть все, что он туда положил, это как бы то, что он уже не купит, потому что он убежал. И нам нужно попытаться его вызвонить и соединить его с оператором для решения его проблем, если они действительно были. Вот запуск. Без номера телефона, естественно, ничего сделать нельзя. То есть нам… Ну, я говорю, это зависит от того, как цепочка построена. То есть основная задача – получить номер телефона как можно раньше. Ну, да, да. То есть там у Тинькова, примерно такая же система, когда вы там начинаете оформлять карточку, вы там вводите, первое, что вы вводите, это, собственно, номер, имя. И потом, если что-то где-то по пути остановилось, вам перезвонит сотрудник их там облачного контакт-центра и попытается помочь вам заполнить заявку. Ну, в самом готовом в битриксе как модуль такого сейчас нет. Но наш модуль, он скорее про онлайн-звонок обычный. Это когда человек нажал на кнопку и позвонил в компанию. Там нету этой логики. То есть… Ну, мы на самом деле ищем партнеров, с которыми мы могли бы это сделать, потому что мы не самые великие специалисты по битриксу. У нас есть наша платформа, за которой мы отвечаем, и мы делаем внедрение с крупными компаниями, у которых, в принципе, зачастую бывает битрикс на стороне движка магазина. Поэтому кто-то из них может захотеть, может быть, это сделать продуктом, но это маловероятно. Но скорее мы найдем какой-нибудь партнер и вместе с ним попытаемся это сделать. Вот. Мы знаем все про нашу платформу. Мы знаем, какой там примерно флоу с точки зрения последовательности действий. Но там не все знаем про битрикс, да, грубо говоря. И нам просто долго это займет делать. Поэтому если кто-то есть желающий сделать такой модуль с нами вместе, мы только за, да, то есть как бы нет проблем вместе поработать, сделать модуль, поставить его в marketplace. Я думаю, что он будет достаточно полезным и популярным. В том числе это не только про брошенную корзину, это могут быть какие-то автоматизированные дозвоны после того, как заказ принимает какой-то статус. Но концептуально это крон, который проворачивает какие-то скрипты написанные, которые лезут в нашу платформу, запускают колл-листы, которые там передаются в виде CSV, грубо говоря, или там JSON. И потом наша платформа начинает обзвон. Есть возможности реализации сценариев. И скорее всего для готового продукта там будет парочка сценариев. Но концептуально вообще все сценарии на нашей платформе, они пишутся на JavaScript. То есть телефонная обработка звонков, она на JavaScript. И можно там все менять, как кому нравится. Также есть, естественно, поддержка СИП. Если у кого-то колл-центр уже с IP-телефонией, можно интегрироваться в очередь, можно делать много разных вещей. Но идея такая, что есть Bittrex, есть его база данных, информация о заказах, клиентах и так далее. Есть наше программируемое облако, которое может звонить по какому-то количеству номеров и что-то делать, и соединять там разные номера. И это все, если вместе соединяем, то получаем некоторую такую готовую систему по повышению эффективности интернет-магазина, службы доставки, службы кастомер-сервиса и так далее. Если есть какие-то вопросы, то буду рад ответить. Во время заказа, что-то могу поменяться. Нет, потому что у него сайта. Давай на это станок не работает. А дальше? Если остался еще вопрос. То есть робот переведет звонок оператору или вот что произойдет? Да, скорее всего. Скорее всего надо будет к оператору его подключить, чтобы они пообщались. То есть робот, он может взять только ту часть, которая действительно автоматизируется. Нотификация, первичный дозвон, первичный какой-то сбор фидбэка от клиента. Если клиент хочет поменять время, например, время или адрес доставки, то если, например, адрес еще можно распознать хорошо с помощью Яндекса, сказать мой адрес, и он его действительно распознает и поменяет адрес на новый, то, например, время доставки распознать пока будет не тривиально. Может человек сказать это как угодно, не знаю, в пятницу вечера, мне там в 7 часов. Вот с этим сложнее будет. Поэтому там, скорее всего, человек потребуется. Спасибо. Друзья, есть что-нибудь еще интересненькое по результатам? Либо все понятно, либо одно из двух тогда. Спасибо огромное, Алексей. Да. Спасибо.